До главного праздника, юбилея Великой Победы, осталось совсем немного времени. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая напомнила, подготовку надо вести активнее и по всем направлениям. Закрепить персонально за памятниками, за хоронениями, которые расположены, находятся на территории муниципального образования, персонально сотрудников. Анжелика Анатольевна, мы уже переговорили, пожалуйста, до конца дня это делаем, ставим в известность. И в четверг, присаживайтесь, в четверг, соответственно, каждый закрепленный, а ситуация, состояние, коротко докладывает. Тему заботы о внешнем облике курорта продолжила замглавы Людмила Терещенко. Руководители предприятий торговли должны внести свой вклад в праздничное оформление города, украсить фасады, витрины, здания, ко дню весны и труда и дню победы. Порядок должен быть не только в городе, но и в сельских округах. Я вам уже много раз говорила о том, что у вас недостаточно хорошо играется территория. Я сегодня прошу просто планерки зайти к Инне Сергеевне, нам покажут фотографии того ужасного состояния пляжей, дорог прилегающих. Те места, куда выходят отдыхать наши приезжие, отдыхающие люди, там очень-очень грязно. Глава Анапы акцентировал внимание на состояние проезжей части городских дорог. Городские службы должны проконтролировать качественное восстановление местных разрытий. Нам надо будет выйти всем на улицу и понудить, подчеркиваю, не попросить, а понудить подрядчиков привести в идеальное состояние то, что они сделали сегодня. Я понимаю, что это необходимость. Это и обеспечение водой, и обеспечение электроэнергией, и канализированного улучшения. Без этого нельзя. Но в то же время посмотрим, как будет сделано. 4 апреля Анапа примет участие во Всекубанском субботнике. Задача каждого – навести санитарный порядок на закрепленных и прилегающих к производственным и жилым объектам территориях.